Вареничный баттл Белгородский техникум общественного питания Белгородского техникума промышленности и сферы услуг И раз уж сегодня у нас участники с опытом приготовления вареников, мы решили усложнить и правила Задача команд приготовить три вида вареников Традиционные, авторские и вегетарианские Победителя, как всегда, определят эксперты Задача каждого участника приготовить по три порции весом 250 граммов С участниками мы познакомимся в процессе Предлагаю, ребята, приступать! Начинаем наш вареничный баттл Техникум промышленности и сферы услуг представляют Ольга Елена Румянцева и Кристина Ботнарь Ольга и Елена, сестры, вы близняшки, Лена, скажи? Да, мы близняшки И вместе решили учиться на одну и ту же профессию На какую? Повар-кондитер На каком курсе учитесь? На четвертом Я готовлю вегетарианские вареники Их особенность в том, что они готовятся на овощном соке На данном случае это зелень, петрушка Они будут зеленые У тебя какая любимая начинка? Капуста Ты с капустой любишь, да? Ну, это, можно сказать, своего рода тоже вегетарианские, если правильно приготовить Да Ну, удачи желаю тебе Спасибо Кристина Ботнарь, еще один представитель техникума промышленности и сферы услуг Что будешь готовить сегодня ты? Сегодня я буду готовить авторские вареники Расскажи о секрете, может быть, что это будет? Чем они будут отличаться от традиционных? Эти вареники, они носят название зебра Так как они готовятся из двух видов теста Тесто одно классическое, а другое с добавлением какао И все это перемешается и будет в полосочку, да? Да Уже готовила это блюдо? Да Как тебе самой результат? Мне очень нравится сочетание теста и начинки А какая начинка? Начинка, она творожная с добавлением сливочного масла и яиц Расскажи немножечко о себе Я учусь на четвертом курсе Учусь на повара-кондитера Я поступила, потому что мне нравится готовить У всех буду спрашивать сегодня Какое твое самое любимое блюдо, что тебе больше всего нравится готовить? Больше всего мне нравится готовить ленивые вареники Ленивые вареники, вот так вот Поэтому ты в команде Вареники зебра, авторское блюдо Кто же его автор? Вареники эти я научилась делать у своей бабушки Оля, здравствуй Вы вместе с сестрой Ну, немножечко у вас сегодня разошлись дорожки Да, она готовит вегетарианские Ты готовишь с какой начинкой? Я готовлю с начинкой из фарша картофельного с луком и грибами То есть традиционные сегодня, это твоя ответственность? Как часто приходится готовить вареники? Расскажи Довольно частенько Сложный вопрос тебе задам Как ты считаешь, кто все-таки лучшие повара? Мужчины или женщины? Трудный вопрос Ответишь на него? Наверное, женщины Все-таки женщины, да? Каждый ли может справиться с задачей приготовить вареники? Может быть, какой-то совет от профессионала будущего? Я думаю, каждый может Каждый может? В чем секрет пышного теста? В чем секрет вкусной начинки? Я готовлю вообще заварное тесто И оно у меня получается более мягкое и эластичное Потому что я добавляю туда кипяток Это команда техникума промышленности и сферы услуг А теперь познакомимся с командой техникума общественного питания Дарья Куликова Ты готовишь что? Здравствуйте! Я готовлю традиционные вареники Даша, скажи, пожалуйста Вареники это вообще сложное блюдо или простое? Ну вообще это простое блюдо, но если, допустим, сделать, например, авторские вареники, как готовит Маргарита То это немного сложнее Можно придумать какую-нибудь свою авторскую начинку Или какое-нибудь свое оформление вареников Да, от внешнего вида тоже многое зависит Да Как ты будешь оформлять свои традиционные вареники? Уже придумала? Да, я буду просто оформлять косичкой Самое простое оформление Сама любишь кушать вареники? Да, очень Какие начинки любимые? Ягодные и творожные В чем секрет удачных вареников для простой хозяйки на кухне? Может быть, ты как человек, который учится Ты же научишься на технолога? Да То есть ты знаешь технологию Расскажи, пожалуйста, секреты для простых хозяек Ну, традиционные вареники можно приготовить на молоке, на сметане или на воде Просто мука смешивается со сметаной, либо с молоком, с яйцом И готовится не сильно тугое тесто А затем мы настаиваем его И после этого лепим уже заготовки Кладем на каждый вареник начинку, залепляем и можно уже варить Спасибо, Даша Маргарита Валюжини очень интенсивно нарезает креветки Это будут вареники с морепродуктами, авторские, да? Да Кто автор рецепта? Кто придумал его? И чем будешь удивлять жюри? Как это оформлять, может быть? Придумала я рецепт Они будут готовиться во фритюре с голландским соусом То есть они не будут вариться, а будут жариться в масле Что такое голландский соус? Голландский соус я делаю на водяной бане Завариваю желудки с водой разбавленной И добавляю тонкой струйкой растопленное сливочное масло И интенсивно взбиваю до получения нужной консистенции Этот рецепт доступен каждому? Можно ли приготовить на обычной кухне, не имея специальных приборов, специальное оборудование? Ну, мне кажется, лучше пользоваться фритюром, так как можно будет контролировать температуру масла И, в принципе, это намного удобнее, чем с помощью кастрюльки или других средств Как будешь оформлять свое блюдо? Я решила оформить его зеленью и нарежу красивые лимоны Дольки лимона Спасибо большое А здесь Ирина Меркулова Ты тоже на технолога учишься? На каком курсе? Четвертый курс У тебя вареники, я так понимаю, вегетарианские Из чего делаешь их? Делаю два теста Одно зеленое, со шпинатом, вот, оно зеленое А это сельнозерновая мука Это второе тесто Они будут и два цвета Здесь нет никаких продуктов животного происхождения Начинка, картошка с грибами и луком Сама любишь вареники кушать? Да, люблю Какие начинки любимые у тебя? Я люблю вишни вообще В чем секрет приготовления вегетарианских вареников? Да и в целом любых вареников Расскажи, как профессионал Ну, вообще, я замешиваю пресное тесто Оно очень легко замешивается И потом легко раскатывается И его хорошо не надо забивать мукой И они очень хорошо держат форму Девочки, а что вы знаете о фестивале вареников? Я участвовала в этом фестивале Расскажи, пожалуйста Было очень интересно, мы помогали Люди были очень рады этому фестивалю Было много людей и тысячи порций С вами удалось попробовать? Ну да, было вкусно Конечно, вареники это всегда вкусно Особенно на фестивале вареников Когда их действительно тысячи Может быть, еще какой-то опыт был взаимодействия? Я давала мастер-класс здесь в техникуме Приходили различные заведения В основном школы приходили И пробовали тоже вареники Я показывала, как их лепить Различные лепки Они были очень заинтересованы И возможно, многие из них придут Ваши техникумы учиться на технологов и поваров Замечательно Все, девочки, продолжайте готовить У нас на площадке за кадром пока что Есть педагоги, мастера, наставники Те люди, которые, собственно, обучают наших юных поваров Этому непростому делу Предлагают с ними познакомиться Техникум промышленности и сферы услуг Представляет мастер производственного обучения Татьяна Ивановна Корсакова Здравствуйте Здравствуйте Вы тот человек, который преподает ребятам варениковедение Есть такой предмет? Можно так назвать, что это варениковедение Правильно он называется Приготовление блюд из муки Мы помимо технологии приготовления вареников Мы говорим детям Об истории, например, вареники Вот, ну, например, принято считать Что вареники пришли к нам из Украины Украинским национальным блюдом считается Однако это блюдо пришло к нам из Турции Оно называется дюшвара И украинцы, попробовав в Турции это блюдо Ему очень это понравилось И они привезли его к себе на родину Назвав его вараниками А уже потом это было преобразовано в вареники Конечно, украинцы очень много сделали для культивации этого блюда И на Украине существуют даже некоторые мистические вещи, связанные с ними Ну, например, вареники должна лепить только женщина Не мужчина Считается, что вареник должен быть пышным Это даже связано с беременностью женщины Говорят, что если женщина, которая хочет иметь ребенка Она должна слепить обязательно вареник Такой же, как она хочет стать в будущем Или, например, такой Кузатый вареник Кузатый вареник должен быть, да Или еще на Украине считается, что Женщина, которая имеет проблемы со здоровьем Обязательно должна съесть вареники с картофелем И тогда наступит выздоровление Ну, существует еще ряд традиций Которые прочно вошли в нашу культуру, в российскую В чем отличаются, как вы считаете, вареники от пельменей? С формой внешней С формой, само собой, разумеется Начинкой в том числе Но в пельменях, как правило, всегда фарш сырой А в варениках готовый Он уже готовый Да Вот поэтому они и вареники И при тепловой обработке там обрабатывается только тесто А в пельменях там сырой фарш И, соответственно, фарш готовится То есть вареники мы готовим чуть меньше по времени Конечно, конечно Чем в мире Техникум общественного питания Представляет преподаватель Лариса Евгеньевна Солодовник Лариса Евгеньевна, расскажите, пожалуйста О традициях, которые существуют Старый Новый год, я знаю Мы все готовим вареники, начинки Откуда это все пошло? И вот, может быть, сами любите с чем? Старинная традиция, конечно Варить вареники на Старый Новый год Еще бабушка моя 1908 года рождения И она варила нам вареники Я с детства знаю, что такое вареники Вот Но только, естественно, в русской печи Она могла потом их после того, как сварить, запекала С маслом сливочным Вот Сами свое сливочное масло делали И вот на Руси готовили Приходили гости к нам Много родственников Встречались с семьями Поэтому Традиция такая Расскажите вот о традиции С интересными начинками готовить вареники Я знаю, что многие семьи делают С записочками Либо, не знаю, кладут перец, монетку Об этом расскажите Да Конечно, делали Мы готовили вареники Но чтобы было интересно И поэтому старались положить сахар Конфетку какую-то Ну, то есть Интересно, чтобы было ребенку Черносливом с курагой Вот это будет приятнее Спасибо Спасибо Пока мы болтали У ребят Точнее, у девчат Процесс не останавливался Я смотрю, здесь вот такие красивые завитки У тебя Сложно их сделать? Расскажи Нет Опыт? Да Откуда у тебя такая форма завитков? Преподаватели или из дома? Нет Сама придумала Какие блюда тебя просят приготовить домашние чаще всего кости? Ну, в основном я готовлю дома на празднике салаты Рецепты откуда берешь? Сама придумываешь или, может быть, где-то черпаешь информацию? От мамы А есть дома какая-нибудь? Может быть, у вас старая кулинарная книга, откуда мама берет свои рецепты? Или она тоже их принимала от своей мамы? Она их придумывала сама Смотрела в журналах всяких То есть, любовь к поварскому искусству, это у вас семейная? Да Три вида вареников у ребят, и три вида завитков Здесь вегетарианские, с капустой Лен, все получилось, как планировала? Да, все получилось Пока что Ну, расскажи, какие еще блюда, помимо вареников, манты, ты готовишь для своих домашних? И борщ Борщ? Часто ли приходится дома готовить? Или все-таки больше на учебе? Часто приходится дома готовить, почти постоянно Техникум общественного питания Девочки продолжают готовить вареники У ваших соперников чуть бы быстрее получается все, но напомню, жюри будет оценивать вкус, аромат, внешний вид Поэтому, в принципе, скорость не важна, но я думаю, что вы нагоните их еще Давайте поговорим с вами о вашем будущем О чем мечтаете? Видите ли вы себя в профессии? Вот, Маргарита, расскажи Я хочу стать кондитером Кондитером? Больше, чем поваром Почему? Ну, наверное, больше это получается А ты сама сладкоежка? Не очень Ну, я бы очень хотела по профессии кондитер Попробую себя Как и Маргарита Да, я поддержу Маргариту Будете вдвоем делать тортики Ирина, а у тебя как с будущим? Расскажи, ты тоже хочешь кондитером быть? Вообще, да, я прохожу в практику в кулинарии И я хотела бы кондитером быть, да, тоже Так, у нас здесь кондитерская тройка собралась Ну, вроде бы не самое сложное блюдо Вареники, мы об этом много раз уже говорили Но вот гора посуды остается У нас помогают нам, моют посуду Это нормально, что ты так много посуды, Маргарита? Ну, я думаю, что да Особенно такая напряженная обстановка Поэтому это невозможно контролировать Ну, это, наверное, один из минусов любимого дела Когда ты готовишь что-нибудь вкусное А потом много посуды Как дома с этим поступаешь? Кого-то заставляешь мыть посуду после того, как сама что-то приготовила? Я стараюсь сама всем этим заниматься Я никого не подпускаю к кухне, когда я готовлю Ребят, ну что, как оцениваете? Скоро закончим? Что осталось сделать, Ирин? Я начинку заделываю И сейчас буду любить Ну, в чем вот секрет? Я вижу, что ты через ситечко сейчас растираешь Как это правильно назвать? Картофель Зачем это? Ну, чтобы он был однородной массой И чтобы не было комков Вот так серьезно все у нас, ребята Я думаю, что не каждая хозяйка Или хозяин дома, когда готовит вареники с картошкой Вот так вот через ситечко будет перетирать картофель Ребята это делают, молодцы! Команда техникума промышленности и сферы услуг сегодня чуть побыстрее работает Девочки уже налепили вареники и готовы их варить Что еще осталось сделать? Только сварить или еще какой-то ингредиент? Осталось еще приготовить соус шоколадный Ну, его можно сделать, пока вареники будут вариться Все, приступаем к варке Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Участники команды Белгородского техникума промышленности и сферы услуг Готовы предоставить готовые вареники экспертам Прошу вас, долгожданные вареники перед вами Прошу вас, пробуйте и оценивайте Вы ли эксперты? Напомню, три вида вареников Эксперты попробуют каждый И вот техникум промышленности и сферы услуг приготовили В качестве традиционных вареники с картофелем и грибами Авторские вареники зебра в шоколаде И вегетарианские с капустой на овощном соке Необычно, я бы так сказал Вегетарианские зеленые вареники с капустой Это особый вкус Авторские, интересные, вкусные, красивые Самое главное, сладкие Я в восторге от веганских Соком петрушки покрашенное зеленое тесто Не потерялся цвет при варке Обалденный лучок хрустящий, как я люблю Начинка очень вкусная, сочная Восторг на пятерочку По поводу вегетарианских Необычно удивили зеленые вареники Это достаточно новшество Очень вкусное И авторские, авторские Тесто отметить очень тонкое Вкусное Начинка, творог, ну я считаю, безупречные Идеальные Плюс добавление шоколада Я считаю, авторские достаточно вкусные Молодцы, кто их делал А вот и техникум общественного питания Готов предоставить свои блюда На суд экспертов Прошу вас Вареники вегетарианские С картошкой, грибами и луком Авторские вареники с креветками Во фритюре и под голландским соусом Традиционные очень понравились Вкусные тесто, нежные Как дома, вспоминаешь, мама готовила Вегетарианские Тесто тонковатое Можно было бы чуть-чуть потолще сделать Больше всего впечатлили, конечно С креветочками авторские вареники Специальное тесто, которое хрустит Для фритюра Девчонки обсушили на салфеточке Так что они сухенькие, хрустящие И обалденные внутри, как в азиатских странах То есть наводят на воспоминания Традиционные, очень вкусные Действительно, как дома, как Юрий сказал Прямо такой же вкус Доведенная до вкуса Начинка, тонкое тесто И вкусный соус По веганским То, что тесто Оригинальное, зелененькое Это плюс Подача с соусом песто Сочетание очень Оригинальное Начинка вкусная По традиционным вареникам Ну, как сказать Даже не к чему придраться Идеальные вареники Мне очень понравились Необычные, авторские Действительно Вареники во фритюре Наверное, никогда не пробовал Это первый раз в своей жизни И очень-очень вкусные Вегетарианские Ну, я просто не вегетарианец Но все равно впечатлили Очень вкусно Спасибо, девочки Сейчас будем решать Все-таки маловато времени Мы дали нашим экспертам Пять минут Потому что все это время Мы с операторами кушали эти вареники И по моему мнению Все они достойны Быть на вашем столе, дорогие друзья Поэтому готовьте Потому что каждое из этих блюд Должно стать достоянием Должно стать лицом фестиваля вареников Который, мы надеемся В следующем году состоится Все-таки в офлайн формате Ну, а сейчас К самому главному К подведению итогов Действительно В этот раз Жюри достаточно сложно было Сделать выбор А с учетом того Что у нас еще и Три, скажем так Номинации То нам было Втройне сложнее Но Несмотря ни на что Мы определились И поэтому В номинации Традиционные вареники Безоговорочно Побеждает техникум Общественного питания Молодцы В номинации Вегетарианские Мы тоже сошлись Во мнении Что побеждает Техникум Промышленности Сферы услуг Это вот эти Зелененькие Да, это зелененькие Рядом два победителя Стоят Ну, а в номинации Авторские вареники Вот в этой номинации Мы действительно Столкнулись Проблемой Выбрать лучшего А сложность Соключалась Не только в том Что был Вкусный Или невкусный Просто абсолютно Разные вареники Поэтому мы Сошлись в едином Мнении Что в номинации Авторские вареники Мы присуждаем Ничью Обоим техникумам Друзья мои Таким образом Получается Что у нас Ничья И по итогам Всего конкурса Получается так Победила дружба Господа Давайте радоваться Вот они наши герои Напомню Сегодня победила дружба Поэтому каждый Из участников Получает Приятный подарочек Вот такую вот Прихватку Друзья Аплодируем Радуемся С Новым Годом всех Готовы? Три-четыре С Новым Годом Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова